Ты видишь, в каком положении она находится. Боже мой, Боже, мы благодарны Тебе, что с руки Твоей нас никто не похитит. Будь благословен, святой милосердный Бог, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Садитесь. 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 Никак. Я обочаюсь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, нас Господь привел, Отец Небесный, до Иисуса Христа. Христос сказал, никто не может прийти до Меня, если Отец Его не привлечет. Наш Отец Небесный через Иисуса Христа Он стал нашим Отцом, привел нас до кого? До Иисуса. И Он показывает в Нем жизнь, в Нем искупление, в Нем радость, в Нем любовь, в Нем мир. Без Нем без Него вы ничего не можете делать правильного и истинного истинного. Люди стараются служить каждый своему Богу и ищут своего, а не то, что угодно Богу, а Христос пришел и исполнит волю Отца. И для того, чтобы нас привести до Отца и примирить нас с живым Богом, и действительно, чтобы мы стали детьми, Его не назывались, а стали детьми, Ему пришлось умереть за грехи наши. Ибо за грех – смерть, а дар вечной жизни Бог дает даром по благодать, но Его надо хранить. Если этот дар мы получили, Его нужно хранить в святости и в чистоте, и в послушании Иисуса Христа, ибо Христос сказал, это евреям апостол Павел пишет, «Через послушание Ему мы маем жизнь вечную». Нема послушания Христу – не можешь мать жизни вечной. Жизнь дается там, где послушны Слову Божьему, где смираются. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Все гордые, которые гордые, они будут искать своего, а не то, что угодно Господу. Их не интересует, что Бог хочет. Им желание исполнить их желание, которое у них есть. Они стремятся, они все будут делать, только чтобы достигнуть. Они могут искать славы человеческой. А Христос говорит фарисеям, как вы можете веровать, когда вы ищете и принимаете славу друг от друга, а славы от единого Бога не ищете. Через то, как важно, что бы мы ни делали, что бы мы ни стремились, Господи, это угодно Тебе, открой мне. Если искренно, конечно, Бог. И Бог говорит здесь, в севере, в Дух Святой, чтобы исполнить волю Божию, а что спасение наше, нужно было жертва. Уже те жертвы, которые приносили, они не угодны Богу. Животных, кровь, тельцов, пепел, телицы, оно не угодно уже Богу. Бог уже не принимал, уже не мог смотреть, ему уже надоело. Может, и мы что-то робим так много, что-то хотим. А чем нравится это Богу? Ободрает ли Бог нас? Укрепляет он? Радует ли душу нашу? Ну, для меня самое интересное, как вы думаете обо мне? Как вы скажете обо мне? Она не интересует, что там Бог говорит. Она интересует ваше мнение. Ваше желание. О! Я хочу сказать, можем стать человеку угодниками. Нет, она не интересует ваше мнение. Она интересует мое мнение, что я хочу, вот это я хочу достигнуть. Это себе угодник. А когда она интересует то, что Бог хочет от меня, и я, Боже, говорю, помоги мне исполнить волю, познать ее, это будет Богу угодник. Что как важно, кому мы угождаем. Своим похотем, своей плоти, своему уму. А лишь самому Богу, который искупил нас своей драгоценной кровью, умирал. Сейчас хочу сказать, тут не однушку и буду переходить к другому. Сильно неделю я болел. Температура не снимается. А боли, нема такого места в теле, чтобы не болело. Дотронуться до ничего нельзя. И духовно. Если бы только физически. А так и физически, и духовно. Но молиться, и трудно все. Идет уразумление. Ты сейчас мучаешься и страдаешь. В болях. В борьбе. И с тьмой, и с силами, и с демоном. Прямо с демоном. Идет сражение. И он полностью хочет уничтожить тебя. А я молюсь. И говорит, ты веришь, что это временно. Что придет, у тебя есть надежда, что это кончится. У тебя есть надежда, что не всегда будет так. И вечно не будет. Кончится. А он дальше говорит. А в вечности вот так мучаться. И надежды нет. Никакой. И показал разницу. Эти страдания временные на земле, которые мы не можем выдержать чуть-чуть. И мы не можем выдержать. То Дух Святой говорит, эти временные страдания ничего не значат. С той славой, которая в небе. Если окажемся верными до конца. Воно ничего не значат с теми страданиями, которые люди в вечности мучаются. И оно ничего не значат с той славой, которую любят Господа. Через то, друзья, надо всегда помнить, что нас ожидает в вечности. Мы не вкусили, может, так, как бы хотелось. Но большинство из нас вкусили, как благ Господь. И тогда, когда Господь наполняет, говорит, я все могу, то не я. Но то ты во мне все можешь. И ты видишь, все покараюсь. Господь сказал, так и робится. Попросил, ответ идет. Помолился, Бог исцеляется. То есть человек исцеляется, Бог исцеляет, через тебя действует. Почему? Потому что небо пришло. Вот это, что нужно для нас. Друзья, для того, чтобы нас привезти до Отца, было приготовлено тело через Деву Марию. И нужно было совершить победу над злом, над смертью, над грехом, только в человеческом теле. Адам отдал славу и власть дьяволу в человеческом теле. Как человек. Христос пришел, как человек. Но он Сын Божий. И он устоял и совершил победу. И забрал ее. Другим путем нельзя было. Потому что он, когда молился, то сказал, Господи, Отче, да минует чаша сия. Впрочем, не моя, да будет воля Твоя. Не было другой воли исполнить спасение человечеству только через страдания Сына Божьего. Через Голгофский крест. Через оплевание, поругание, посмеяние. Через пролитие крови. И теперь, сегодня, все Бог совершил. И на Голгофеин сказал, совершилось спасение всем верующим в Него, которые исповедуют и которые любят Его. Я верю в то, что вы любите Бога. Насколько вы любите, это насколько вы возросли в познании Сына Божьего. Настолько вы пользуетесь благами живого истинного Бога, которые даровал нам Отец Небесный через Иисуса Христа. Да будет имя Божье прославлено. Хор поет. Братя подойдут сюда, которые будут разносить часы. И будем переходить к второй части служения. Причасти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Апостол Павел пишет «То, что ему и сам Иисус передал, Он написал в послании Коринфянам «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, «Приймите, едите, все из тела мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Часто говорят, что это тайна вечера, потому что там не было никого, кроме учеников. И он это совершал никогда, это было первый раз. В старозаветную Пасху отмечали ученики с ним, так как он три с половиной года, то это была третья, это уже была последняя его здесь на земле, и они собрались, и они совершили старозаветник. Пасху была тоже старозаветник, это то, что народ израильский, Бог вывел израильский народ из Египта. Я хочу сказать, друзья, давайте серьезно думать, Бог нас вывел из этого мира, а израильский народ вывел из Египта. Бог избавил от Египта. Но надо было уже пройти пустыню за 40 дней и войти в обетованную землю. Нас Бог избавил от этого мира и собрал церковь, привел свою. А теперь Он нас ведет. И вспомни, кто вошел в обетованную землю из израильского народа? Два человека. Иисус Навин и Николев. А остальные лепали костями. Мы идем в обетованную, мы идем в небо, царство Божие там, на небе, царство небесное. И нас ведет Бог, ангел Божий ведет каждого из нас. Друзья, израильский народ не вошел, потому что роптал, был недоволен, восставали против Моисея, и вообще Бога не хотели слухать. 40 лет ходили в пустыне, пока не истребил всех Бог, а новое поколение выросло и вошло. Через то, друзья, как важно быть очень внимательным, чтобы найти 40 лет, чтобы получить царство Божие внутри вас, праведность, мир и радость во Святом Духе. Как это важно? Через то, когда он их собрал, завершили старозаветные, а потом встал, взял хлеб, благословил, преломил и сказал, «Приймите и едите все тело Мое за вас ломимое». Сейчас мы встанем и помолимся, чтобы сам Иисус благословил этот хлеб, чтобы нам принять и мать життя. Любый Отец, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, мы благодарим за Твою благость и милость, мы благодарим за Твое долготерпение, мы благодарим Тебя, что Ты среди нас Ты не оставил. Израильский народ ввел пустыню, Ты их не оставлял, но многие погибли. И мы просим Тебя, храни нас от зла, от бесполезного ропота. Оберегай нас, прости нас. И ныне благослови этот хлеб, дай нам принять не в осуждение, а во спасение для жизни, чтобы мы, живя, славили Тебя, живого Бога, Бога Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Зачем ты оставил меня, А брат твой, чтоб принять тебя и меня, Пойдем перед ним. Зайдем на ногу, мой брат, Страдай за святого, слова там звучат. Священность я думаю тебе предаю, За нас он пожертвовал душу свою, Пойдем перед ним. Боже, мы благодарны Тебе за имя Иисуса Христа, Нашего Господа, нашего Спасителя, Господи. Мы благодарны, Господь, что Он добровольно взял все наши преступления, Все наши грехи, Господи, и пригвоздил ко Кресту, Боже. И Он свою жертву искупил, Господи, Всякое преступление пред Тобой, Господи. И сегодня, Боже, дал нам другую чашу, Чашу спасения, чашу искупления, Господи, Чашу прощения грехов, Господи. Помоги каждому прикоснуться к этому прощению, К этой милости. Кто нуждается в этом? И Твой народ, Господи, Боже, Он весь нуждается в Твоей благодати, В Твоем подкреплении. Боже, яви милость Твою, Господь. Кто может быть еще не готов, не достоин, Ты прости, Господь, каждому из народа Твоего. Прости, Господь, кто споткнулся, Кто поступил неверно, Господи. Ты покрой милостью во имя Иисуса Христа, Господь. И даруй милость, Господь, все-таки пить из этой чаши. Боже, пусть будет слава Тебе, Господь. Боже, благодарим Тебя за жертву Твою, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сын и Дух Святой. Сын и Дух Святой. Аминь. 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 А Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как тяжко Как тяжко Умирал Так много Добро пожаловать в наш канал! Как тяжко Умирал Добро пожаловать в наш канал! 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 Слава Богу! 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 Он знает, у кого есть средства, он знает, кто может дать, кто не пожадничает, и он знает. А банк взял землю, построил там много офисов, построил там банк, и они прибыли, чтобы они уже посчитали. Они такие люди, знаете, такие подсчетливые, что они будут иметь больше этих 46 миллионов, если когда они эту землю возьмут. Бо земля там очень трудно приобрести. Пусть Бог благословит всех нас. Знаете, что наше богатство во Христе Иисусе. Если трудно, говорите ему, открывайте свои желания с благодарностью. Будьте благодарны. Самое главное, что Бог дал нам жизнь вечную во Христе Иисусе. Мы просто даже не представляем. Мы только чуем о ней. Сквозь тут склее стекло, гадательно видим. Но когда он возьмет, то увидим, как он нас, и мы его. И увидим, что такое Царство Божие, что такое Христос. Слава Богу! А сейчас мы укушаем благо милости, по своей великой милости Божией Бог посылает. Друзья, у нас еще есть сестра Нина Петровна. Пожалуйста, поднимите Нина Петровна. Поднимите на церковь. Ей сегодня, на церковь, вот так, да. Ей сегодня 90 лет. 90 лет. Знаете, мне приходит один брат, он неареєстрированный. Кажет, Вася, поедь. Его дочка ходила. Как ее зовут? Твоя подруга, Нина Александровна. И оттуда. Ну, она ходила до нас все время, я с тобой сидела тут. Надя, да. Это дочка. А матери было 94 года. И каже, вона просит крещения. Поедь. Я приезжаю домой 94 года. Ну, это же для меня, вы знаете, это же, ого-го. А я говорю, слушайте. Ну, вы уже 94 года прожили. Ну, как, уже, ну, может, уже иначе. А вона говорит, как и не жила. Вот сегодня я живу. Ну, я принял исповедание, принял покаяние, принял, преподавал водное крещение, клевоперломление в 94 года. Хорошо, она учительницей всю жизнь работала. Вона каже, я Бога никогда не отвергала. Хочешь, заставляли нас против Бога. Учили, говорили. Но я никогда этого не делала. У меня в сердце всегда это было. И вона, значит, учительницей химии, кажется, была. И мы преподали. И вы знаете? Знаете, сколько еще она прожила? 99 лет. Ну, последний год потирала слух и зрение, наверное. Вона уже лежала последний год. И уже дочка доглядала ей. Последний год. До 98-го года я ходил, преподавал клевоперломление. И беседовал. Ну, посещал. 98. И все равно, сколько не дай. Воно, как одна минута. Это воно нам, молодым, может, людям кажется, что это так далеко. Недалеко. Воно прийде. Когда-то мне сказали, что говорит, конец света в 2000 году. Ну, это лет, наверное, 60 назад. А я думаю, ух, я не должен быть у него. Думаю, 2000 лет. В 2000 году будет конец света. А сегодня який? 2017. Пережил 2000. Слава Богу. И дальше Бог даст и будем жить. Хай Бог благословит. Мы, Занину Петровну, совершим молитву. Благословим. У нее, так как у нее сегодня день рождения. Мы ее благословим. Хай Бог подкрепить. Вона не пропускает. Ходит в собрание. И еще у нас есть сестричка 90. Сколько? Два. Рядом сидят. Все время пешком ходят в собрание из массива. За час, полтора виходят. Раньше и потихоньку туда и обратно. Ну, сейчас уже трудно, зима. Ну, мы уже дали автобус. И автобус городской ходит под молитву. Вы не представляете, как Бог сделал. Я извиняюсь, что задерживаю. Автобус ходит точно в расписании. И люди, которые садятся на автобус, открывают интернет на телефоне. И говорят, автобус уже показывает, где идет. И показывает, на какие остановки, в какое время он будет. И так он и подходит. И туда и обратно. 97-й. Через то, через массив идет сюда 97-й. И из города идет сюда 97-й. На массив. И точно по Пельсаню. Это, если нет на рейсе автобуса, то другое дело. А так постоянно. И он говорит, интересно, потому что там люди стоят. Это, наверное, не будет автобуса. Нет, говорит, подивилась. Каже, еде. Еде. Вот сейчас будет. Выезжает. Говорит, вот прогресс, да? Ну, в этом хорошо, а в другом плохо. В чем плохо? Что молодежь завлекло и утягло туда, куда не надо. Через то были молитвы за молодым.